Звучит музыка Звучит музыка Сейчас мы будем с вами пробовать рисовать линию бамбука различными способами. При этом нам нужно самое главное, это выразить художественную часть. То есть что? Света тень и некую экспрессию, некую фактуру бамбука. Так, я сейчас расскажу несколько способов, как можно тушь набрать на кисть, чтобы получился красивый стебель. Прежде всего мы берем на большую кисть и на ее всю поверхность набираем воды. Дальше мы можем взять, добиться какого-нибудь оттенка серого путем растворения туши в воде. На кончик взять серый цвет, где-то на треть кисти. И заканчиваем мы тем, что берем на кончик совсем черный тушь. Что нам это позволяет сделать? Сейчас я буду рисовать в лунки. Если я возьму, приложу кисть и сделаю мазок вперед и вверх, мазок дерева, то у нас получится очень красивая светотень. В сущности, мы получили светотень, как будто бы свет падает слева направо. Если мы дополним этот мазочек целиком не ему зеркальной, зеркальным мазком, то мы получим коленца бамбука, освещенная с двух сторон. Но такого же эффекта мы можем добиться, если мы попробуем на одну кисть нанести сразу два тона. Как это сделать? Я беру, смачиваю кисть и другой кистью наношу черную тушь. На основании. И на кончик кисточки. В результате у нас получается полосатая кисть. Чуть-чуть тушим в начале, дальше светлая и в конце темная. И при помощи одного мазочка мы достигаем того же эффекта, которого раньше достигали двумя мазками. Мы можем сделать еще один мазок. И у нас получится очень красивый стебель бамбука, освещенный с двух сторон. Все могли заметить, что здесь у нас появляются то и дело такие рваности. Ничего страшного. Это может быть воспринято как блик света, например. Можно при помощи этого эффекта достигать особой художественной выразительности. Для этого нужно сделать следующее. На кисть, на всю кисть взять тушь. И чуть-чуть высушить кисть. Для этого использовать листик или соклетку. Также поставить кисть и быстрым движением переместить в другую точку. Поставить и переместить в другую точку. Поставить и переместить. И получается очень красивый эффект. Как будто бы у нас видны волокна бамбука. Это безусловно. Очень красиво. Вот два основных способа, при помощи которых рисуют стебель бамбука. Способ с набором туши на кисть. И способ сухой кисти. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok